Всем хай, друзья! Как всегда у микрофона Антон, и сегодняшняя тема ролика будет о Ведьмаке, о Геральте из Ривии и его приключениях. Хотя нет, не так. Не о самом Геральте, а про новые, совсем новые приключения, которые ждут нас через пару лет. Поставь лайк этому ролику, сделай кнопку подписаться серой, заваривай чаёчек и приступаем! Почему я решил вдруг сделать подобный ролик? Всё просто, потому что я люблю Ведьмака. И не в том шуточном смысле, который ты мог подумать. Меня поистине зацепили книги Анджея Сапковского, а также проекты от CD Projekt Red. Хотя, про Сайбербанк это немного другая тема, и если хотите, могу снять про это видос. Пишите в комментарии. Но сегодня будет акцент на вселенную Ведьмака. Каждый человек, кто прошёл Ведьмака, всю трилогию или же хотя бы одну часть, ждёт продолжения. Это самое РПГ продали в количестве 25 миллионов копий! И эта игра поистине заслужила рекордное количество наград Игра Года. И вот почему люди хотят продолжения? Так в основном благодаря захватывающей и проработанной истории, которая разворачивалась в суровом и правдоподобном мире. Вспоминая озвучку персонажей, особенно Геральта, вспоминая его характер и характер остальных героев. Всё это поджигает что-то внутри нас, и хочется продолжения. Поэтому все любители Ведьмака начали штурмовать CD Projekt Red и узнавать информацию о том, будет ли новая часть. А именно, Ведьмак 4. Как поклонник, мне удалось найти всю самую правдоподобную информацию, которая есть на данный момент о Ведьмаке 4. И вот как раз в этом видео мы и поговорим об этом. Дата выхода. Разумеется, даты выхода нету. Пройдет еще как минимум пару лет, прежде чем мы услышим хоть что-нибудь о следующей игре серии. Услышим что-нибудь именно в открытом контексте. То есть различные презентации, тизеры и всякое такое от CD Projekt. Как вы знаете, Witcher 3 разрабатывали 3 года. Нет, даже 3 с половиной года. А вот на сегодняшний день нету никакой информации вообще о том, что 4 Ведьмак хотя бы вот в планах. Или вообще вот работают над ним. И многие задаются вопросом, хоть что-нибудь сейчас разрабатывают? На этот вопрос сооснователь CD Projekt Red Марчин Ивинский дал ответ, что работа над 4 Ведьмаком не ведется. И в ближайшее время ситуация не изменится. Как раз таки все это он сказал в интервью Еврогеймер, но там он выразился несколько более категорично. Цитирую. Это все в ближайшее время никакого Ведьмака не будет, если он вообще будет. И сейчас все такие, в смысле? Мы же ждем Ведьмака? Что значит его вообще не будет? Еще когда-то 3 июля 2019 года сообщалось, что CD Projekt работает над тремя играми серии Cyberpunk, что заставило многих фанатов усомниться в будущем серии Ведьмака. Но к счастью, это оказалось недопониманием. Над проектами Cyberpunk работают 3 студии. То есть остается еще 2 команды для других проектов. И давайте, друзья, будем надеяться, что одна из этих команд работает над 4 Ведьмаком. Тот самый сооснователь Ивинский в интервью Polygon в 2013 году сказал такие слова. Мы не убиваем этот мир, не бросаем его, но определенно мы хотим сделать игру грандиозным финалом. И вот тут же он подразнил фанатов, добавив, возможно Геральт появится в наших следующих играх. Чего же такие дразнилки Ивинский? Сначала ты говоришь, что вообще может ничего не быть, а теперь говорит, что возможно Геральт появится в другой игре. Ну так а в какую игру можно всунуть Ведьмака? В другой игре это уже будет не то. Нужна именно новая часть Ведьмака. Еще в одном интервью польскому финансовому порталу Кичинский несколько раз заявил, что сама серия Ведьмак всегда рассматривалась ими как трилогия. Однако в будущем они выпустят в той или иной форме новую игру в этом мире. И это утверждение в переводе появилось на форуме Резетера в ноябре 2017 года. А в июле 2018 года Кичинский в разговоре с Бенкьер подтвердил, что новый Ведьмак появится, но он точно не будет называться The Witcher 4. То есть Ведьмак 4. По лазе в интернете я нашел информацию о том, что из отчета руководства компании узнали, что в 2021 году выйдет новая АААРПГ от CD Projekt. И это не Cyberpunk. Помимо всей этой информации и кучи слов, CD Projekt укрепили отношения с создателем Ведьмака, то есть Анджеем Сапковским. И это все произошло во время того, как вышел сериал на Netflix. И знаете, это еще раз укрепляет надежду о том, что Ведьмак, новый Ведьмак будет. Но что это будет за игра и каков там будет сюжет? Скорее всего, как все и говорят, в истории Геральта будет поставлена жирная точка. Даже была уже поставлена. Уже существует несколько концовок, которые все успели посмотреть. Но кто же может стать протагонистом новой игры про Ведьмака? Присутствует достаточно персонажей, которые могли бы занять этот пост. Как раз наступило время для моего личного мнения, которое я думаю, что будет совпадать с вашим. Я думаю, что как раз таки Цири, Цирилла, Зираэль, могла бы занять пост главного героя. Так вот, о чем я? Если бы Цири добавили в новую игру про Ведьмака, можно было бы вести какие-то переговоры, торговать и командовать армиями, усмиряя волнение по всей империи. Это было бы даже в духе Dragon Age, что ли. Закончив полностью сюжет Геральта в кровь и вино, Ведьмак отправляется на заслуженный отдых. И кому же продолжать историю? Естественно, Цири. Потому что она как раз таки смотрится наиболее подходящим кандидатом. Но есть еще один вариант. Начать играть за нового Ведьмака. Совсем нового. Пройти испытания трав. Те самые обучения юных Ведьмаков, в которых многие погибают. Если думать совсем по жесткому, то мы могли бы перенестись на полторы тысячи лет в прошлое. И стать свидетелями сопряжения сфер, катаклизма, и после которого в мире Ведьмака появились все вот эти чудовища. Все это скорее хочется посмотреть. Хочется, чтобы CD Projekt занялись Ведьмаком и новой игрой. Но, увы, в данный момент у них все не ладно. Потому что недавно был скандал, связанный с ужасным состоянием Cyberpunk. Как раз таки на релизе игры. Игру изъяли из продажи в PS Store. Акции CD Projekt потеряли стоимость. И в конце концов вообще студию взломали хакеры. Да, которые похитили исходный код нескольких игр. Восстанавливаться в таком случае придется долго. И чтобы починить тот самый Cyberpunk, CD Projekt придется выделить дополнительное и, наверное, не короткое время. И если у компании серьезно были мысли о том, чтобы делать после Киберпанка нового Ведьмака, то придется это все отложить. Если честно, как по мне, то новый Ведьмак мы увидим только через 3-4 года. Пока завершится и все наладится с этим Сайберпанком, потом они начнут думать о том, что вот давайте-ка что-то замутим с Ведьмаком. И только потом появятся уже тизеры. Так что да, времени все-таки на это уйдет достаточно. Так что, друзья, запасаемся терпением и будем ждать. Как бы долго мы не рылись в интернете и не ждали каких-то новостей, но в ближайшее время точно новостей по Ведьмаку 4, кроме этих, не будет. У CD Projekt достаточно работы. Сказать точно, что эта игра выйдет через 3 года, я не могу. Но даже самая малейшая информация указывает на то, что все-таки что-то будет. Это точно. Ну а на этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайся на канал и жди новых роликов. Пишите различные комментарии под этим видео. Я читаю каждое. Всем бай-бай.